Любой человек или семья может оказаться в трудножизненной ситуации. И тут важно знать, какие меры государственной поддержки существуют. С 2020 года в нашей стране реализуется программа социальных контрактов, благодаря которой граждане на безвозмездной основе могут получить до 300 тысяч рублей на открытие своего бизнеса для развития личного подсобного хозяйства или на трудоустройство и переобучение. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами социальной защиты населения с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Его главная цель – не просто материально помочь семье, а стимулировать активные действия по преодолению трудной жизненной ситуации. Одной из тех, кто воспользовался государственной программой социальный контракт – Елена Будасова. Елена вместе с мужем воспитывает двоих детей. Чтобы улучшить материальное положение семьи, она решила заняться парикмахерским делом. На стартовый капитал, полученный по программе, приобрела необходимое оборудование, арендовала место и уже наработала базу постоянных клиентов. Обратилась в судзащиту, очень помогли работники судзащиты, молодцы, все хорошо объяснили, составили бизнес-план. И получила 250 тысяч, закупила новое современное оборудование, инструменты, красители, уходы и смогла взять место в аренду. Доход увеличился однозначно, я открыла самозанятость, прибыль совсем другая, с новыми инструментами, дорогие красители я приобрела, конечно, другая прибыль. Конечно, очень нужна такая программа, и так вот открыть свое дело очень хорошо. Большое спасибо. По всем вопросам получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, жители Славянского района могут обратиться в Управление социальной защиты населения по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Ленина, 14. С собой нужно иметь паспорт. Специалисты управления подробно проконсультируют по всем видам социального контракта, который может воспользоваться гражданин согласно действующему законодательству, проинформируют, какие для этого необходимы документы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».